Ну что, вы изучаете английский язык, отводите часы, дни, недели, года, а в итоге чувствуете, что и говорить вам сложно, слова теряются, вы ошибки совершаете, да и английскую речь вы понимаете через слово. Конечно, обидно. То, что, казалось бы, можно изучить закон, растягивается на года без особого прогресса, и в итоге вы всё равно не чувствуете себя комфортно. И у меня была такая ситуация, та же история, я изучала английский язык, у меня ушло 10 лет перед тем, как я смогла спокойно, свободно на нём заговорить. Поэтому я делюсь своими ошибками, которые затормозили мой прогресс, чтобы вы посмотрели на свой процесс изучения английского языка, и если вы совершаете эти ошибки, искоренили их, чтобы вы могли наконец-то спокойно овладеть иностранным языком. Это делали миллионы людей, и это можете сделать вы. Просто главное быть стратегом, правильно подходить к изучению английского языка. И об этом и пойдёт видео. Какие ошибки я совершила, которые были не стратегическими, которые очень глупые, и замедлили мой прогресс. И основная ошибка, которую я допустила, я не говорила на английском языке. Я очень стеснялась произносить слова, я стеснялась своего акцента, я стеснялась делать ошибки. Да, и для меня говорение давалось сложнее всего. Я могла читать, я могла понимать, как-то там воспринимать на слух, но говорить это было самым сложным компонентом английского языка для меня. И я уходила от любой возможности. Я молча читала, я молча делала грамматические упражнения, я писала, но я не говорила. А суть языка в том, чтобы коммуницировать, чтобы доносить мысль. И в итоге у меня был такой книжный английский язык, а когда дело доходило до практики, я терялась, я не могла его использовать. И по сути смысл вообще его изучать. Поэтому если вы ловите себя на мысли, что вы боитесь, что вы стесняетесь открыть рот и произнести фразу, надо над собой работать, надо себя заставлять. Сначала вам будет очень некомфортно, и вы будете чувствовать себя полным идиотом. Но если вы не поленитесь, если вы не испугаетесь, а когда там пойдете в всякие speaking club, знаете, разговорные клубы, или со своими друзьями по приколу попытаетесь немножечко поговорить, вы будете раскрепощаться, и вы уже не будете так стесняться своего акцента, своих ошибок. Вы будете говорить. И это важно. Это самое ключевое свойство языка — говорить. И я думаю, что если вам сложно сразу вот так выйти, найти собеседника, хотя бы дома, когда вы сами собой сидите и читаете, или делаете грамматические упражнения, произносите слова, произносите вот эти предложения, которые вы видите перед собой. Не будьте молчаливым, не будьте пассивным. Если вы стесняетесь, что вас кто-то слышит, там, мама в соседней комнате, да все равно, она наоборот рада, что вы там пытаетесь щебетать на иностранном языке, ей это как бальзам на душу. А вам — это ваше будущее. Поэтому не закрывайте себя, не закрывайте двери, а открывайте рот и произносите, произносите новые и новые слова и предложения. У нас, у людей, да и у всех животных, есть мышечная память. И когда вы тут произносите слова, вы будете тренировать свой речевой аппарат, и порой вы уже на автомате будете говорить фразы. Не потому что вы думаете, какая конструкция верная, а потому что вы уже проговорили несколько раз эту конструкцию, и она у вас уже просто от зубов отскакивает. И мы вот так вот переходим к моей второй ошибке. Я не обращала никакого внимания особо на произношение. Я никогда не учила звуки, не учила правила произношения. Да, я пыталась имитировать то, что я слышу. Там в школе, конечно же, нас поправляли, если мы совсем уже не то говорили. Но никогда особого внимания не уделялось нюансам. И то, что сейчас я понимаю и слышу, я слышу огромную разницу между словами beach и beach. Когда я была в школе, в университете, для меня это было одно и то же, но какая разница. Сейчас я понимаю, что это существенная разница, и вы не хотите ошибаться в таких словах. Поэтому не поленитесь. Я оставляла ресурсы на то, как проработать свое произношение. Ссылки на них в описании этого видео. И прорабатывайте слова. Особенно те слова, которые вы часто произносите. Чтобы не было конфуза. Потому что, когда вы будете затем говорить с человеком на английском языке, вы не хотите, чтобы он вас неправильно понимал. Или чтобы он над вами так вежливо посмеивался. Или чтобы он вас все время переспрашивал. Say again, say again. Это annoying. Это раздражает. Поэтому отведите время на то, что вы просто прорабатываете произношение. И особенно ударение. Вам не обязательно иметь этот американский акцент, когда вы звучите просто там, не знаю, как бы Дженнифер Анистон, и вы прям чувствуете себя такой голливудской звездой. Возможно, это ваша цель, и вы можете ее достичь. Но если мы говорим о коммуникации, важнее говорить так, чтобы вас понимали. А для этого правильное ударение, правильные звуки и открываем рот. Потому что у русскоговорящих есть такая привычка держать ротик закрытеньким, так бубнить, особенно когда вы стесняетесь своего акцента. А если вы хотите, чтобы вас понимали, наоборот. Открываем, говорим громко, уверенно. Да, пусть с акцентом, но вас понимают. Это кайф. Вы говорите на иностранном языке, и со временем вы будете только улучшаться. Надо над собой работать. Следующая ошибка заключается в том, как я подходила к изучению новых непонятных слов. Я читала учебник, видела незнакомое слово, выписывала в словарик, выписывала перевод, все, повторяла в словарик, я знаю слово. Но в итоге, когда надо было слово употребить, я забывала, или я произносила неправильно, или не в нужном контексте употребляла. Поэтому я методом проб и ошибок пришла к той методике, которая для меня работала. Я о ней уже рассказывала, и оставляю ссылку на видео в описании. Посмотрите, и я думаю, она вам тоже приглянется, потому что она реально прорабатывает словарный запас. И то, что вы где-то учили, то, что было в пассивном, где-то там знании, переходит в активный запас, в активное употребление. А это, собственно, и есть цель того, зачем мы вообще учим слова. Сейчас во время YouTube очень тяжело потерять фокус. У вас есть слова, которые вы считаете важными для изучения, затем вы заходите на YouTube, и вас бомбардируют ролики, к примеру, там, 20 самых популярных слов в 2020 году. Вы смотрите ролик, вам кажется, что вы изучаете язык, конечно же. В итоге вы его посмотрели, свое время потратили, слова какие-то услышали, а смысл? Особенно, когда мы говорим о таких вот новых слов в каком-то там году. Да, эти слова появляются, но они не так распространены. Я спрашиваю своих многочисленных носителей языка, канадцам, американцев, новозеландцев, австралийцев, знаете ли вы это слово? И часто в ответ просто конфуз, мол, нет, потому что эти все слова в основном тинейджеров. Вы знаете, вот возраст, аудитория тиктока. И если у вас есть такая цель, как сойти за американского тинейджера, пожалуйста, тогда уделяйте время изучению этих слов. Но если у вас цель выучить язык, не тратьте свое время вот на эти все слова. Имейте ваш курс, вашу стратегию, зачем выучите язык и какая лексика вам для этого нужна, чтобы достигать ваших целей. Следующая ошибка, которую я совершала, это то, как я изучала грамматику. Я покупала книжные издания Оксфорда, Кембриджа, мне нравятся книги, и я проходила от корки до корки все правила, все упражнения, а в основном эти упражнения это тесты или вставить слово, и чувствовала такое некое удовлетворение, что да, я изучила правила. Но на практике, затем, когда я уже на работе начинала писать имейлы на английском языке, я была свидетелем того, насколько плохо я пишу, сколько ошибок я совершаю. Да, я изучала правила по нескольким учебникам, да, я могу рассказать про present perfect and teens, ну и что с того, когда дело доходит до коммуникации, бизнес-коммуникации, мне надо связать present simple, past simple, present perfect. На этом моменте я поняла, что сколько времени я потратила. Поэтому, пожалуйста, не надо быть мной, не надо изучать каждое правило. Я записывала видео о том, как подходить к изучению английского языка, ссылка на него, я советую вам выбирать только те основные правила, которые вам надо, которые вам надо сейчас. Попробуйте написать предложение и увидите свои ошибки. Потому что, вот снова таки, моя ошибка, я не писала предложение, я ленилась, потому что придумать предложение, написать текст, ой, это как-то совсем сложно. Я лучше просто тестик его прохожу, как-то вот оно вроде как больше action, да, интересней, и я потом могу в ответиках посмотреть и получить удовлетворение, что да, английский язык выучен. Нет, надо всё-таки не идти по такой простой дорожке, а искать сопротивление и писать, писать, писать. Так вы лучше всего прокачаете свою грамматику. Намного лучше, чем просто изучать учебники. И другой момент, о котором я уже упоминала в этом видео, проговаривайте. Не просто молча изучайте эти правила и делайте упражнения, а проговаривайте, читайте вслух то, что вы видите перед глазами. Следующая ошибка это мобильные приложения игры, такие как Lingualeo. Я не могу сказать, что это прям вообще ошибка, но забирает очень много времени, ты играешь, ты чувствуешь себя, мол, ты делаешь прогресс, но в итоге на самом-то деле, потому что, снова-таки, вы не говорите, вы не мыслите активно, а более пассивно, вы не сами создаете, как это было бы в жизни, в реальности, когда вы говорите с носителем языка, а вы просто реагируете пассивно на то, что вам показывается на экране и в итоге, да, вы изучаете слова, бесспорно, вы изучаете какие-то конструкции, вы их тренируете, но это все и остается на экране телефона. Поэтому такие приложения, как Lingualeo, Duolingo, они хороши, но если ваша цель заговорить, все, что вы видите на экране, вы проговариваете и порой вы просто кладете телефон, экраном вниз и пытаетесь повторить, а что я только что вообще делал, какое слово я выбирала, для какого предложения. И вы удивитесь, насколько вы вообще не помните, что было. Просто проверьте себя. Следующая ошибка, которую я совершала и которая замедлила мой прогресс в понимании речи на слух, это то, как я смотрела американские сериалы. Да, я смотрела их на языке оригинала, но с субтитрами. Я очень долго смотрела с русскими субтитрами, что вообще, по сути, никак не тренируют знание вашего языка. И затем, когда я перешла на английские субтитры, я очень долго и оставалась вот на этой стадии. Я смотрела, я слушала, но, потому что я все-таки больше читала, затем, когда я уже отключила субтитры, я поняла, насколько я теряюсь. Поэтому, если вы сейчас смотрите сериалы с субтитрами, лучше посмотрите эту же серию 2, что сначала с субтитрами, затем без. И знайте, что ваша конечная цель это прийти к просмотру без субтитров. Если вы вот так попробуете сейчас без субтитров, вы поймете, насколько вы привыкли читать, насколько ваше зрение берет весь поток информации, восприятие на себя, и ваш слух особо не тренируется. Проверьте. И, суммируя все свои ошибки, хочу сказать, что я не была стратегом. Я поглощала всю информацию, которая поступала ко мне. Это учебники, разная литература, это все грамматические правила, это все незнакомые слова, которые попадались на моем пути. И я пренебрегала произношением, оговорением, восприятием на слух. И вот без методики, без правильного подхода я и замедлила свой прогресс. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас сели и подумали, какая у вас цель. И не просто цель переехать за границу или начать зарабатывать круглые суммы онлайн на зарубежных сайтах, а более конкретно. Мне надо уметь написать имейл, ответ заказчику, когда у него возникает вопрос насчет, там, какой цвет фона выбрать для презентации. Вот такого какого-то плана конкретней. Если вы уже сейчас начинаете пытаться общаться с иностранцами, обращайте внимание на то, что вам дается сложнее всего. То, когда вы краснеете, когда вы теряетесь, когда вы чувствуете себя идиотом, замечайте такие моменты. Эти моменты это как маленькие сокровища, потому что они показывают вам, да, вот это я должен практиковать сейчас, на это я должен отвести свое драгоценное время и энергию, потому что это принесет мне наилучшие результаты и поможет достичь моих целей. Поэтому, пожалуйста, будьте стратегом, изучайте только то, что вам важно в настоящем времени, то, что вы можете практиковать сейчас. Спасибо за просмотр, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, успехов вам в изучении иностранного языка и до новых встреч, дерзайте! Субтитры сделал DimaTorzok